Всем привет, ребят! У меня в руках беспроводные наушники 2022 года CGPods X за 5000 рублей. Новая усовершенствованная модель от тюменских разработчиков. Видел много обзоров на другие модели наушников CGPods, мнения были диаметрально противоположными. Типа, знаешь, от отстой до нифига себе. Такая популярность мнения побуждает самостоятельно разобраться, как же оно на самом деле. Вот держу в руках новейшую модель CGPods, модель X. Она в начале октября вышла, где-то примерно. Сразу скажу про свои ожидания. Много от наушников я не ждал. Ну, вряд ли устроится за 5000 рублей, да еще и типа от российского бренда. Ну ладно, это все уже лирика. Давайте сразу разбираться. Чтобы узнать поподробнее про CGPods X, смотрите мой обзор. Коробочка у этих наушников минималистичная. Ну, прям реально ничего необычного. Ну, полезной информации на коробке достаточно здесь. Там, в частности, описаны характеристики. А еще на коробке сказано, что наушники сделаны в Китае. Ну да. Так, подожди, а как же заявление, что это сделано вроде как в России, в Тюмени? Чего это, значит, наврали что ли? Ну, судя по тому, что я читал в других обзорах, их реально собирают в Китае, но полностью разрабатывают как раз именно в Тюмени. Идея полностью зарождается здесь, в Тюмени, а собирается это все в Китае. Это называется контактная сборка. То есть дизайн, инженерные решения придумали здесь, в Тюмени, а собирают уже в Китае. Ну, так получается проще и дешевле, чем содержать собственное производство. Ну, по такому же принципу работают и крупные торговые корпорации. Вроде всем известный Apple тоже. Вроде как придумали в США, а собирают в Китае. Но вернемся мы к упаковке. Выглядит она довольно-таки простенько. Но с другой стороны, чего красоваться-то? Было бы супер-мега-вау и к стоимости уже плюс неплохой должен был бы быть. А коробкой мы пользуемся два раза. Когда мы купили, открыли, достали. Ну и второй раз, к примеру, когда мы их потом, если задумали продавать, положили и продали в коробке. И то, если надумаем продавать, это еще не факт. Так что тут вопрос, разумно ли повышать ценник, чтобы делать какую-то супер-мега-пеструю, мега-супер-вау упаковку? Я думаю, что нет. Тут конкретно все понятно. Товар лицо, название, основные характеристики, технические характеристики, как сами наушники выглядят, как в кейсе они выглядят. Все есть. Ладно, фиг с ней. С этой упаковкой мы музыку как бы не через коробку будем слушать, а через сами наушники. Достаем. В комплекте с тюменскими наушниками идут стандартные силиконовые насадки разных размеров, 4 пары. Кабет для подзарядки USB Type-C. И есть такие силиконовые распорки, они у нас как раз держат наушники в ушной раковине. Ого! О, даже брошюра с мемасиками есть. Ничего себе. Здесь рассказывается история бренда. Да ладно, что, мемасики что, серьезно? Вот реально первый раз вижу, чтобы кто-то додумался использовать интернет, такую культуру в макулатуре. А вот это прикольно. Кейс цилиндрической формы. Открывается он прикольно. И наушники так вот никуда не вылетят. Здесь, во-первых, логотип, все вот так закрывается, все вообще никуда не денутся. И ничего никогда, даже случайно не откроется. Поворачиваем. Пожалуйста. Производитель пишет, что кейс CG-POD сделан из супер прочного профессионального авиационного алюминия. Эх, шелуны какие! А что, бывает непрофессиональный какой-то алюминий-то? На сайте, кстати, написано, что выдержит 220 килограмм. Нам даже наглядно показывают, насколько он прочный. То есть машины его переезжают, сжимают его прессом, встают ногами. Ну окей, проверим. Ну вот, пожалуйста. Встал я на них. Ну реально, да. Никаких повреждений нету. Ладно, подтверждаю. Но вот это очень крутая тема по поводу механизма. Реально сделали классно. В сумочке, в кармане никогда ничего не откроется случайно. Потому что все. Чтобы открыть, тебе нужно как бы повернуть. Короче, наушники надежно спрятаны. Прочитал историю бренда. Значит, выясняется, почему же у них такая простенькая упаковка. Хотя сами наушники вроде бы неплохо выглядят, да? Но вот написано, что у бренда философия реальной ценности. То есть тюменцы не тратят бабки на какую-то глянцевую коробку, а вкладываются исключительно именно в наушники. В их качество. Примочки и комплектующие. Ну, в принципе, это логично и рационально. Нафига мне переплачивать за всю эту мишуру, когда я буду пользоваться реально вот именно гаджетом? И плюс хочу получить максимальное качество. Ладно, короче, вот эта философия компании мне реально нравится. Но вернемся мы к самим наушникам. Один наушник CGPods весит меньше 5 граммов. Наушники не вызывают никакого дискомфорта в ушах. Ну, по крайней мере, я вот с ними проходил около 3 часов. Они практически невесомые. И никаких внешних шумов не слышно. Ну, то есть, нет, здесь нет никаких там активных шумодалов. Есть только пассивная звукоизоляция. И вот она достаточно неплохо реализована. Так, что дальше? Управление. Если вдруг кто-то звонит, то однократное нажатие позволяет принять звонок. Управление у них такое. Нажимаем. У нас музыка заиграла. Нажимаем. Однократное нажатие. Пауза. Если мы на правом наушнике нажмем, подержим 2 секунды, у нас следующая композиция включается. Если два раза вот так нажмем, то увеличение громкости. На левом наушнике, ну, то же самое, Play Store работает. Если нажать, подержать 2 секунды, включится предыдущая композиция. Ну, и если два раза нажать, у нас уменьшение громкости идет. А если три раза нажать, то голосовой ассистент. Ну, что же сказать. Хорошо, что можно треки переключать. Конечно. И, кстати, не все ТВС-наушники даже на 2022 год умеют это делать. Плохо, что кнопки сенсорные. Потому что, ну, такие случайные нажатия, они могут быть. Потому что, если ты там коснулся, что-то сделал, то включился трек на паузу и так далее. Поэтому даешь физические кнопки на наушниках, чтобы нажать и точно знать. Хотя это тоже не всегда удобно. Когда есть у тебя физическая кнопка, то ты будешь очень сильно эту клавишу вместе с наушником вдавливать в ухо. Поэтому, в принципе, сенсоры это неплохая тема. Да сейчас уже, в принципе, и не встреч наушники с физическими кнопками. Звучат тюменские CGPods X. Вот, не буду лукавить. Реально, где-то на 5000 рублей. Ни больше, ни меньше. Не стоит думать, что за такие деньги вам продадут какое-то аудиофильское решение. Не идеально чистый звук, конечно, но тем не менее. Прям явного отторжения не вызывает. И даже более того, я бы сказал, что прям вот принципиальная разница между CGPods и какими-нибудь Apple AirPods 2. Прям вообще не вижу. Ну, если вы, конечно, не очень требовательны к звуку. Ну, в итоге у тюменцев получился довольно-таки сочный и детализированный звук. Молодцы. Верха лучше у Apple, по крайней мере, получается. А низы как раз именно CGPods. По громкости с яблоками сравнимы. По частоте звук тоже. Хотя, кстати, Apple-то у нас дороже получается где-то в 4 раза. Ну, главное даже не качество звука. Оно, откровенно говоря, у всех ТВС наушников очень среднее. Главное, что наушники CGPods не отваливаются от телефона и не рассинхронизируются и не запинаются. Тоже абсолютно отрадительное поведение для ТВС-ок нередкость такая. Хотя, когда я читал о CGPods, видел отзывы, что наушники периодически отваливаются от смартфона. Ну, по крайней мере, у меня таких проблем не было ни разу с ними. Кстати, возможно, такой вариант, что покупали вместо CGPods китайские поделки под них. Которых, на самом деле, дофига и продаются они на том же самом Алиэкспрессе. И, кстати, поделки, они еще дешевле, чем вот оригинальные CGPods. Ну, и понятно, что не оригинал будет работать абы как и не столь долговечно. Потому что здесь все-таки официальное качество, а что от поделки ожидать, я даже не знаю. Но вернемся снова к тюменским CGPods. Эти наушники можно зарядить от кейса, просто поместив их внутрь. Вот как раз эти мигающие точки индикаторы, которые показывают нам заряд батареи. Наушники можно от кейса полностью зарядить три раза. С учетом зарядок от кейса, проработают в районе где-то 17 часов автономно. Ну, как бы не рекорд и не факап. Уверенный средний показатель для полностью беспроводных наушников. Кстати, у дешевых Xiaomi где-то в районе 10 часов бывает автономность. AirPods, кстати, до 25 часов могут проработать. Но не стоит забывать, что они стоят в 4 раза дороже. Ну, а так разница в автономности не такая уж и большая. Разъем для зарядки. Современные Type-C, конечно. Куда без этого. Для зарядки наушников через Type-C можно использовать кабель от любой современной техники. Например, от смартфона своего. Хотя в комплекте я уже говорил, что кабель-то у нас есть. Но бывает такое, что покупаешь ТВС-наушники, а там microUSB. Это по факту сейчас в 2020 году вообще неудобно. Поэтому Type-C, конечно, топчик. И, кстати, еще говорил про поддельные наушники. Имейте в виду, что в большинстве случаев у поддельных, к примеру, наушников, там будет microUSB. Смотрите на это внимательнее. Еще один приятный бонус. Защита от влаги по стандарту IPX6. А это означает, что можно спортом заниматься без проблем. Ну или там идешь, если у тебя в лужу упал, поднял, ничего страшного с ним не будет. А еще говорят, что их можно полностью помыть под струей воды. И они как бы останутся в рабочем состоянии и не крякнут. Так что, ну, проверил, работает. Ну, прям полной влагозащиты нету. Но то же самое там даже у яблочных наушников, там полной влагозащиты нет. Вот что мне здесь не нравится, это отсутствие мобильного приложения для тонкой настройки. То есть, ты их просто подключаешь к своему устройству и, в принципе, все. Потому что у многих производителей есть мобильное приложение для настройки непосредственно вот их наушников. Это типа признак прям бюджетной модели. Ну, по факту, ребят, это вообще не критично. Потому что звучание изначально офигенное. А у производителей давайте сделаем мобильное приложение. Дайте нам мобильное приложение. Ну, подытожу. Смотришь ты на эти тюменские наушники CGPods за примерно 5000 рублей. И, в принципе, ничего такого необычного. Но потом вроде начинаешь перечислять, знаешь, вот фишки, которые здесь есть. И понимаешь, что все, в принципе, не так уж и плохо. Кейс необычный, реально очень прочный. Рабочая водозащита проверил. Воду держит. Распорки, за счет которых наушники держатся в ушах. Ну, при этом, кстати, не жмут, не трут и не выпадают. Современный порт Type-C. Вот так вроде, когда перечисляешь фишки все эти. И понимаешь, что не особо такое, знаешь, какой-то бюджетный класс. Не особо уверен, что можно, например, за такие деньги найти там какие-то фишки в наушниках, которые будут круче, чем здесь. Ну, понятно, что там фишек будет много. Но там уже ценник будет свыше 5000 рублей. Так что, не. CGPods это, конечно, не идеал. Не лучшие наушники в 2022 году. Не веха для рынка наушников. Совсем не там топчик-растопчик. Ну, это реально рабочий вариант. Такие, знаешь, как наушники с изюминкой. С такими своими фишками. Ну, вот обычные наушники. Ну, они просто все такие, знаешь, простенькие. Здесь даже заморочились над кейсом. То есть, что-то свое реально придумали. Кейс вообще бомба. Так что, изюм здесь свой реально есть. С вами был Илья. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь. Пока.